Российская авиация нанесла мощный удар по боевикам, которые штурмуют сирийский Дейр-Эззор. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 вылетели с территории России и поразили цели на востоке Арабской Республики. Во время операции их сопровождали истребители Су-35 и Су-30 с авиабазой Хмимим. После выполнения боевой задачи все машины успешно вернулись на свои аэродромы. Это уже вторая подобная бомбардировка позиций террористов в Дейр-Эззоре за последние три дня. ВКС поддерживают с воздуха сирийский гарнизон, который уже несколько месяцев находится в кольце боевиков. О войне с террористами в Алеппо теперь напоминают только разрушенные здания. На улицах снова многолюдно работают магазины, на центральном рынке торговцы, как и прежде зазывают покупателей. И над всем этим гордо возвышается цитадель. Крепость на холме штурмовали войска Македонского, римские легионы, а четыре года назад ее осадили боевики. Но безуспешно радикалам так и не удалось захватить символ Алеппо. Теперь жители снова фотографируются на фоне древних бастионов. После освобождения Алеппо от боевиков в городе возобновились чемпионаты по футболу. Детские команды полностью укомплектованы, рассказывает тренер ребят. На футбольное поле вышли дети из восточных кварталов Алеппо. Совсем недавно эту территорию контролировали боевики ИГИЛ. Сейчас в Алеппо безопасно. Постепенно будут открываться и другие спортивные секции. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok